Ты скачивал торрент, мне пришло письмо, тут нужно 300 евро заплатить Видершпрух, я протестую Сама система торрентов, она прекрасна А если она идет в суд и проиграет, то она платит уже 6 тысяч Альбом был так себе на самом деле Это тоже является нелегальным У нас сейчас летают вертолеты вообще, браво Репетиация, наверное, да Привет! Вы смотрите Чужбин ТВ, меня зовут Игорь Колесников Пожалуйста, обязательно прямо сейчас возьмите и поставьте лайк этому видео Это помогает нашему каналу развиваться, привлекать новых подписчиков Вообще, правда, это очень важно для нас Поэтому, если вам нравится наш контент, пожалуйста, ставьте лайки И подписывайтесь на канал, если вы не были подписаны Что мы расскажем вам сейчас? Очень важный аспект немецкой и берлинской жизни Это торренты Торренты везде запрещены, либо не приветствуются Но только в Германии за них реально вам выписывают огромные штрафы Мы нашли людей, которые получили эти штрафы Которые что-то наскачивали А потом им пришел счет где-то на 1000 евро Но иногда на меньше На несколько сотен А некоторые просто сдали свои квартиры на Airbnb А потом, помимо прочих штрафов Получили еще штраф за скачивание в интернете Мы встретимся с юристом, с этими людьми Узнаем, что делать в такой ситуации И как себя вести, если вам пришел конверт Где написано, что вы должны сейчас срочно выплатить 1000 евро За то, что скачали какой-нибудь сериал или новый фильм Давайте смотреть Мы пришли в гости к Игорю Он работает на Фейсбуке, который теперь называется Мета Да, так все А пришли к нему мы зачем? Пришли к нему на дринг, но не только для этого А он однажды, даже дважды Попался на том, что скачивал с торрентов И его жестко оштрафовали И он нам сейчас об этом расскажет Когда попал просто в эти жернова юридические И тебя реально оштрафовали за пользование торрентами Да, меня дважды оштрафовали за пользование торрентом Первый раз примерно 10 лет назад Ну, я скачивал тогда на торрентах Альбомы, музыку, фильмы То есть много чего скачал Но вот настал тот самый день Когда пришло письмо от Анвальдсканцла Я даже не знаю, как это русский сказать Юридическая контора А, ну, которые занимаются, типа, выбиванием денег Они специально, да-да-да, сосредоточены на это Они сами даже добавляют в торренты Чтобы люди это скачивали, чтобы их потом Серьезно? И присылать Типа, выложить новый альбом «Адель», чтобы все скачали Да-да-да-да-да Причем в письме все стоит четко расписано Что ты скачивал, когда У тебя за что, что тебе прилетело? Какой-то там видео у тебя ресурс? А, альбом «MGMT» скачал, да-да-да Альбом был так себе на самом деле И я загуглил, что делать в таком случае Там 1000 евро было Это прилично И, да-да-да, для студента у тебя, там, не знаю, 500 евро на жизнь в месяц Я обратился в одну контору, которая специализировалась на тех, кого оштрафовали, чтобы их защищать и снизить штраф То есть есть такие прям специальные службы, и ты знал уже, что они есть Они в интернете, типа, у людей просто писали в форумах То есть ты получил это письмо, и ты такой, пошел гуглить сразу, что такое, да? Я сразу, да-да-да, что делать, а с Google Они не определяют, кого конкретно в квартире, да, скачал Они просто присылают на адрес Или они тебе прям пишут, что это ты, Игорь, скачал этот альбом «MGMT» Они, типа, обращаются к твоему провайдеру, а провайдер должен предоставить им эту информацию Ты реально качал этот альбом? Ну да, ты сказал, что это не очень, да? Я скачал этот альбом, да-да-да-да То есть вместо тысячи ты заплатил 500 в итоге Двум фирмам? Двум фирмам, да-да-да А почему двум? Потому что той конторе, которая отправила первый запрос, и второй за их сервис, что они меня, типа, защищали Кошмар, дофига вообще То есть ты отправляешь вот эти 500 евро, ну, условно, 200 туда, 300 сюда И больше вообще ничего про это не знаешь, да? И они тебе потом просто присылают, все окей И ты больше не скачиваешь торренты, потому что там стоит, если мы тебя поймаем еще раз, это будет в 10 раз дороже Кошмар какой Ты вот этим людям заплатил деньги и обещал больше не скачивать И они как тебе, они тебе говорят, вопрос решен, они тебе присылают какое-то письмо, что мы все решили Или ты ждешь кого-то сюда Нет, просто ничего больше не приходит, и ты такой, фу То есть они говорят, все окей Ну да А ты прям заплатил этим же, кто помогал, или другим? Ну, типа, на тот счет отправил и на этот счет отправил Ко мне в гости пришел Миша, специалист по авторскому праву И он нам расскажет, как скачать торренты и не попасться Да, постараемся Да То есть не скачивать лучше всего, наверное То есть 100% не скачивать Ну, смотря какие торренты Можно скачивать какие угодно файлы Торренты, это же просто система Этот сам торрент, это обычный файл Это как адрес, по которому ты можешь скачать какой-либо другой файл То есть это может быть фильм, это может быть музыка, это может быть какой-то документ и так далее Ну, то есть фотографии из отпуска можно А, например, уже фильм, не знаю, Дюна нельзя, да? Сама система торрентов, она абсолютно легальная система Но как только мы начинаем скачивать и Это, на самом деле, намного главнее Распределять, загружать какие-то файлы На которые у нас нету права собственности Или авторского права Права использования То тогда это становится нелегальным Если мы что-то скачиваем и не имеем на это права То это тоже является нелегальным Но правообладатели, они понимают, что если они будут бороться против тех, кто скачивает Они, скорее всего, не смогут эффективно решить проблему Поэтому они борются больше против тех, кто загружает Потому что если не будет больше загрузок, то никто не сможет ничего скачать Волнительная тема, как-то я как вспомню, как не дрогну Да, вот Енина сдрагивает от этой темы Потому что мы приехали к ней в гости И она тоже попала в эти жернова Всяких, да, поборов за торренты Я чуть было не попала, но смогла выбраться Как было дело? Мы с супругом уехали в Швейцарию, в резиденцию артистическую И сдали свою квартиру молодому какому-то парню Ну и слава богу, мы подписали с ним контракт Сдали ее на короткое время, типа Airbnb, да? Приезжаем и письмо, значит, мы скачали что-то там Такое еще, что мы вообще не смотрим По-моему, 20-й век Фокс А ты смотришь только муби, только арт-хаус? Я только арт-хаус, да Ну или российский сериал, я еще не знаю Тоже могу поделиться Пасечник 7 Мой любимый, это сейчас чиновница Чиновница, отлично Ты сразу думала, что это не чиновница? Это не чиновница Я такая думаю, так, а меня какие-то чиновники поджидают В общем, 20-й век через своих адвокатов пишут письмо Вот, 800 евро, заплатите, вы скачали наш фильм И меня, я говорю, Франсуа, что делать? Он говорит, ну так это же не мы Пишет им, значит, письмо Это не мы, это какой-то чувак из Швеции скачал Они, ну, предоставляйте документы И вот, слава богу, что у нас был контракт, да? Что мы не хотели от налогового как-то там спрятаться И денежки сразу себе в карман А мы заплатили с них налоги И все, мы показали контракт А кому, вот этому 20-му веку? Ну, адвокатам 20-го века И они сказали, ну, что ж Будьте дальше внимательнее А этого чувака они не смогли найти Потому что в контракте были только его имя и фамилия И паспорт Но никаких адресов не было То есть и чувак тоже Ну, то есть вы смогли не заплатить, да? Мы смогли не заплатить, счастье, да Да, туда сначала летают вертолеты вообще, браво Средятся, наверное, да А что, были какие-то прям громкие кейсы, да? С этим связаны Ты слышал про это? Да, громкие Ну, что значит громкие? Они достаточно распространены По крайней мере у нас, как бы, у профессионалов Которые занимаются обрабатыванием этих всех случаев Потому что, когда решает Верховный суд Федеративный Верховный суд БГХ, он называется, Бундескерицов То его решения, хоть они и не являются Действительными, как бы, для всех случаев Тем не менее, другие суды, которые находятся ниже, да, по рангу Они, скорее всего, будут придерживаться решения Верховного суда То есть точно называется прецедентное право, да? Можно так сказать, да То есть, да, ты прав, да То есть это прецедент И есть прецеденты, они называются Tauschpäze 1, Tauschpäze 2, Tauschpäze 3 Tauschpäze — это, ну, немножко другое название Для вот этой системы торрентов Обмена файлов peer-to-peer, да? Вот, и есть еще достаточно знаменитое судебное решение Это называется Laud То есть это просто название альбома, музыкального альбома Который был скачен через торрент Там решал сначала один суд Потом это пошло во вторую инстанцию, в третью инстанцию И рано или поздно пришлось Верховному суду Там уже окончательно выносить решение То есть кто-то скачал альбом и решили Пытались разобраться, можно было или нет, да? Все суды, до Верховного суда вплоть Да, ну, там были разные случаи То есть, я думаю, сейчас каждый случай разбирать будет достаточно сложно Но, по сути, то есть сам принцип, он таков У тебя есть контракт с каким-то интернет-провайдером Ну, допустим, я не знаю, Vodafone или Telecom Правообладатель, скажем, какая-то медиагруппа Они включают так называемую систему Она называется PFS Это Peer-to-Peer Forensic System Это, ну, скажем так, софт, который загружается в эту торрентную систему Как обычный пользователь Начинает скачивать и смотрит, у кого он скачивает И, допустим, ты как раз-таки сейчас качаешь и распределяешь в торренте Через своего интернет-провайдера, через Vodafone, например, фильм Dune Эта система не знает, что это ты Но она знает, что IP-адрес, который записан у твоего провайдера на твое имя Только что загрузил такие-то маленькие файлики Как бы части этого фильма Там же части всегда идут Ты не целый фильм скачиваешь, а разные люди разные части И потом у тебя компьютер, он это все в одно смешивает В итоге они определяют, что вот такой-то IP-адрес Они, естественно, много IP-адрес находят Потом они берут и подают в суд Причем ты об этом ничего не знаешь Почему? Потому что когда они подают в суд на этот IP-адрес Они еще не знают, кому он принадлежит Они подают в суд, чтобы суд заставил твоего провайдера Сказать им, кто на самом деле стоит за этим IP-адресом твоим Интернет-адресом И в итоге там будет написано, что это Колесников И потом они уже пишут письмо тебе И тогда уже мне приходит вот этот огромный штраф, про который ходят легенды Там какие-то безумные тысячи евро Да И вот у меня подруга буквально попала после нас И я реально перекрестилась Потому что она, ее соседка тоже назвала комнату девушке Девушка скачала, и ей это пришло на 3 тысячи штрафов Да, 3 тысячи Потому что суть в том, что что-то можно скачать, а вот распространять это еще хуже А она еще распространяла Она еще и распространяла И ей дороже было То есть если она платит 3 тысячи сразу, то как бы 3 тысячи А если она идет в суд и проиграет, то она платит уже 6 тысяч Вот такая история Ой, она ходила по каким-то другим там обществом помощи Вот таким страдавшим По-моему заплатила в итоге, да Ей сказали, что лучше не связывайтесь Потому что нам кто-то говорит, что наоборот лучше забить, вообще не отвечать Потому что у них в принципе какой-то базы юридической нет, как с тебя это снимать Потому что это очень сложно доказуемо Либо там есть фирма, которая просто за полторы тебе условно это разруливает Вот, есть такие фирмы, да, я тоже слышала Фирма какая-то Splendid называется, такое хорошее имя Да Они сразу тебе и пишут штраф и рекомендуют адвоката Как-то так А, да, ну это же бизнес Все говорят, что это такой бизнес Все выписывают, а потом сами же тебе помогают И вот что делать в такой случае? Вот пришел штраф Если мы исходим из того, что это действительно был ты То тогда, конечно, шансы плохи Ну это до суда, то есть мне штраф приходит до суда Или суд уже был Ну у нас сначала был первый судебный процесс О котором ты не знал, в котором ты не был задействован Это был процесс правообладателя Против IP-адреса Против провайдера твоего Чтобы получить твое имя Потому что IP-адрес, ну, не знаю Конечно, если ты использовал VPN Твой IP-адрес, может быть, будет записан где-то В Барбадосе В Барбадосе У твоего VPN-провайдера Да И есть разные VPN-провайдеры Есть такие, которые твой IP-адрес сохраняют А есть некоторые, которые нет Некоторые VPN могут тебя выдать Некоторые нет Если у тебя есть VPN, который не выдает То уже в первом судебном процессе у них ничего не получится Если у тебя не было VPN Или был VPN, который это выдает Они знают IP-адрес Они узнают твое имя Присылают тебе письмо Естественно, вне зависимости от того Скачивал ли ты, закачивал ли ты Или была ли твоя подруга, твой друг, твои гости Может быть, в квартире в какой-то Airbnb Или это дети могли быть Или ты вообще понятия не имеешь, что произошло Может, кто-то хакнул твой рутер Ни в коем случае нельзя Не звонить в эту адвокатскую контору Не подписывать какие-то заявления О прекращении действий Так называемый Ничего не нужно платить Почему? Потому что очень часто бывает такое Что все-таки требования Или завышены Или все-таки есть какие-то моменты Особенно если непонятно Ты действительно ничего не скачивал Неясная ситуация Ты не можешь спать И думаешь, блин, как хочется избавиться от этой проблемы И ты там ждешь две недели Тебе еще одно приходит письмо Что типа вот у вас еще последний срок Там неделя Они естественно на тебя давят И очень много людей Они таким образом Просто избавляются от этого Они это все подписывают Оплачивают там тысячу, две тысячи евро И рано или поздно об этом забывают А на самом деле это может быть вообще Какая-то, ну не разводка Но условно какая-то уловка вот этих компаний Которые тебе выставляют эти счета Кстати, да Есть различные компании Юридические компании Которые занимаются защитой интересов правообладателей Самая знаменитая из них Это Вальдов Фромер Сейчас они называются Фрома Лигл То есть они переименовались Там все осталось так же Но они почему-то начали Как бы все письма Которые они высылали раньше Посылать еще раз Наверное, потому что Они переименовались Или потому что У них также изменилась Какая-то политика И они решили Еще раз как бы попробовать Также иногда бывает Что сами правообладатели То есть вдруг кто-то попадется Да, да, да Причем они не только посылают Самим потенциальным нарушителям Но их адвокатам То есть если я защищаю Интересы потенциального нарушителя И я уже три раза им ответил Что, ребят, мы ничего платить не будем По таким-то причинам И мы год от них ничего не слышали И вдруг опять приходят письма И ты, значит, все Ты испугался торрентов Ты завел себе Apple Music Да, или что там Spotify Spotify, да Spotify тоже за Spotify И ты жил без торрентов До какого дня? Вконтакте Да, ты слушал Вконтакте МГМК Ну, да Это случилось пять лет назад примерно Я тогда уже жил в Берлине И уехал в отпуск Сдал комнату на Airbnb Чувак, который заселился Он был из Америки Там другие законы Наверное, такого нет Ну, у него торрент был на компьютере Он автоматически подключается Когда ты заходишь в Wi-Fi И мне пришло письмо потом через неделю Что... И там стояло, что этот чувак скачал Там какой-то фильм Я сразу же тоже опять связался с такой же конторой Которая... А сколько хотели денег? Они тоже хотели, по-моему, тысячу Либо еще больше То есть это стандартная такая тарса? Это стандартная, да, тема Да, тысячу Процесс был в этот раз немножко другой Так как, ну, у меня было доказательство, что чувак у меня жил официально И я написал этому чуваку Ты скачивал торрент Мне пришло письмо Тут нужно 300 евро заплатить Чувак в тот же день перевел деньги Ну, тебе повезло, то есть еще Да, 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 повезло И, ну, с тех пор я, по-моему, айпишник заблокировал этот порт Который использует торрент, чтобы там никто не мог подключиться Знаешь, еще бывает здесь, что вот сейчас ты когда снимаешь квартиру Тебе прям хозяин говорит так Подписывай документ, что не будешь скачивать торренты Это бывает такая, да, распространенная практика Вот мне несколько людей рассказывали, что такое действительно может запросить хозяин тебя Не делать этого Да, он может, ты не обязан это подписывать Но, естественно, может быть, ты тогда просто не получишь квартиру Таким образом, владельцы квартир То есть, например, это может быть какой-то долгосрочный контракт Или это может быть просто ночевка в Airbnb Там на несколько дней или на одну ночь Таким образом, владельцы недвижимости, они пытаются обезопасить тебя Я всегда своим клиентам советую эти все контракты и так далее В этом абсолютно нет никакого смысла Просто возьмите и в этом рутере заблокируйте определенные сайты, определенные порты И тогда просто не будет возможности этим пользоваться Но это, конечно, уже такой технический вариант Многие люди не знают, как это сделать Они хотят, им легче просто дать что-то подписать Возвращаясь к как себя вести в этой ситуации Есть такая популярная версия Вообще просто игнорировать максимально Потому что самой этой компании невыгодно это дело против тебя вести То есть оно больше потратит на это энергии, силы, ресурсов То есть это рассчитано на то, чтобы реально ты повелся Просто и сразу перевел эти деньги Но если ты реально игнорируешь, то практически 100% в суд никто не пойдет на самом деле И не будет доводить это до какого-то прям трибунала Как ты сказал, что это даже не только авторское, но и уголовное право Действительно так ли это или нет? И да, и нет То есть надеяться на то, что никогда в жизни ни одна юридическая компания не подаст на тебя в суд Если ты будешь игнорировать, это неправильно Потому что это наша работа, это наш бизнес То есть если каким-то образом мы не можем в несудебном порядке осуществить чьи-то права Значит мы идем в суд Если потенциальный правонарушитель нам не назвал никаких аргументов На основе которых мы можем начать сомневаться Что в суде у нас что-то получится Тогда тем более у нас мотивации больше Каким-то образом что-то сделать Я думаю, в целом это механизированный процесс Но когда ты получаешь, ты не хочешь там слишком много думать Ты хочешь просто с этим разобраться Конечно, после ты начинаешь думать Может быть, да, реально не отвечать был бы вариант Но ты немножко в шоке и хочешь просто выбраться А там что написано? Окей, тысяча евро или что? Тысяча евро или будет еще дороже Есть такие моменты, когда очевидно письмо является незаконным То есть очевидно Это когда ты реально не скачивал Ну когда произошла действительно какая-то там ошибка Что-то они неправильно там выяснили Или ты им как бы уже первый раз написал сам Например, да, что это сто пудов не я Вот и посылаешь им там билет, что ты был внучен Там что-то такое Они дальше на тебя катят бочку И ты тогда идешь к адвокату То тогда, по сути, они должны будут оплатить Расходы твоего адвоката также Да, в 99,9% тебе придется заплатить что-то адвокату И как правило адвокаты, которыми этим занимаются В том числе и я Мы знаем, что мы не можем требовать своих клиентов Регулярный гонорар там в 500 или в 1000 евро Или почасовую работу Да, если счет на 900 Да, если счет на 900 Потому что это просто бизнес-модель Она не будет работать никогда Хорошо, кроме соседей На кого еще можно свалить? Или если ты не скачивал, вообще как вот выкрутиться? Выкрутиться можно только правдой Если нет детей, нет соседей, нет гостей И если там нет, я не знаю, каких-то доказательств Что ты был там на Майорке Или лежал в больнице Или еще что-то Или спал, потому что всегда спишь Я не знаю, ночью Ночью, да, а может быть днем тоже, да Или где-то вечером Потому что у тебя такая работа Или то, что у тебя хакнули твой рутер Или у тебя был пароль, который Или не было вообще пароля 1, 2, 3 пароль Да, или он был очень дурацкий По регистрации То есть там же есть лог-файлы, да То есть в рутере Ты можешь посмотреть Какие гэджеты у тебя были соединены с этим рутером Вот такие всякие моменты Но если это действительно был сам человек Которому предъявляются такие требования То шансов полностью отмазаться Нет Есть шансы снизить сумму Которую придется платить Это что надо сделать? Ну, помимо того, что обратиться к вам А еще что? Вот если я не хочу изменить денег Например, на юриста Как я могу снизить? Начать с ними договариваться, да? Да, с ними нужно договариваться То есть, во-первых, очень много есть, конечно, информации В интернете касательно этого Почему? Потому что юридические компании Которые защищают интересы потенциальных нарушителей Они, естественно, должны рекламировать свое дело Свои услуги И они достаточно конкретно описывают Что они будут делать, чтобы тебя защитить Там достаточно все хорошо уже описано То есть ты можешь прочитать просто это И сам начать это делать, да? Да, да А ты мог бы посоветовать, кто у нас смотрит Как себя вести в этой ситуации Вот ты сейчас уже за большой опыт два раза Если пришел такой счет, что надо делать? Я поискал в интернете какие-то решения Которые помогают в таком случае И просто попробовать пообщаться с разными, я думаю Выбрать себе лучший вариант Лучшего вот этого такого, как сказать, решателя Да, я думаю, это в целом примерно стандартно будет выходить в разных А ты выбирал сам? Помнишь ты как выбирал? Или ты первый попавший в себя? Я как-то в Google ввел, и там сразу первые три объявления же И все были одинаково стоили Ну да, примерно, да, 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 так выходило Ну вообще мой совет, вот я почему научилась за 6 лет жизни в Германии Любое письмо начинать с видершпрух Типа я отрицаю, я протестую, я против, видершпрух Я этому научилась среди своих вот переписок с финансамтом С нашей налоговой службой, которая как-то раз вот так же Какой-то штраф мне влепила за опоздание Я им звоню и говорю, ребята, что, нас бросил там налоговый консультант А они, ну пишите, объясните нам В чем мы, может быть, снимем ваш штраф Я им написала, штраф не сняли Я говорю, а в чем дело? Они говорят, а вы не написали слово видершпрух Я протестую, и теперь я любое письмо Хоть в декретный орган, хоть, я не знаю, что Хоть в детский сад я пишу видершпрух Да, видершпрух, это мой совет Не сдавайте вы никому квартиры, по сути Потому что и не только торрентов скачают Еще их потом и не выселишь Тоже есть такие знакомые Там у кого-то кто-то заболел Кому сдали, потом, значит, его и выселять нельзя Платить он не может И ты больше не сдавала квартиру после этого? Потому что ты говоришь, что нужно, может быть, предупреждать их Потому что нельзя пользоваться торрентами Потому что многие вот приезжают Например, американцы нам рассказывали Они просто вообще не знают, что нельзя Они здесь накачивают, а потом реально большие штрафы Я не, к сожалению, вот финансово пока так не прокачана Я бы, конечно, и сдавала, и снимала Но буду ждать ваших советов Чужбин ТВ нас научит уже Как тут выкручиваться на Чужбине Да, на Чужбине, это точно